Куриное мясо и продукты из него сейчас основа питания жителей страны, поэтому предприятия, производящие курятину, обеспечивают продовольственную безопасность России. Пять лет назад на Алтайский бройлер зашел крупный инвестор, и с тех пор производственные мощности увеличились почти на 20 тысяч тонн в год с 65 до 85. Виктору Томенко показали предприятие после масштабной модернизации, которая только завершилась. Производить теперь можно до 100 тысяч тонн мяса в год. Проблема лишь в самой птице. Речь идет сегодня о том, что мы должны подумать и уже предпринимать совместные шаги, в первую очередь, конечно, инвесторы, о том, чтобы и на площадках Соколова, Соколова-1, Соколова-2, две площадки, строить новые комплексы птичников, которые бы дали как раз возможность загрузить все построенные мощности. К слову, благодаря развитию модернизации на предприятии теперь трудятся почти две тысячи человек, причем зарплата только за последний год выросла почти на 10 тысяч рублей, рассказывает инвестор. Но, как и на других предприятиях, дефицит кадров все еще ощущают. Мы реально испытываем сегодня потребность в техническом персонале. Наверное, все-таки это связано с тем, что военно-промышленный комплекс заработал, очень много технических специальностей ушли туда, и мы сейчас испытываем такой дефицит, но, тем не менее, это временно. Из плюсов – поддержка со стороны Федерации Алтайского края. Благодаря механизму льготного субсидирования средства на реализацию инвестпроектов дают всего лишь под 5%. К концу 2024 года объем инвестиций составит 9,5 миллиардов рублей. Поэтому к 2026 году производственные мощности бройлера планируют увеличить до 130 тысяч тонн мяса в год. А значит, потребности населения в курице будут удовлетворены в большей степени, чем сейчас. На данный момент продукцию бройлера закупают и крупные федеральные сети, и региональные. Татьяна Голубева, День с толком.